Центр профессийной подрыхтовки и службово-прикладных видов спорта належит департаменту АХОВ и ЦАЛКОМ был побудован за сродки ведомства. Самая активная фаза будовництва пришлась на 2014-2015 годы. Вводу к эксплуатации нового спортивного объекта для милиционеров Гомельщины – долгочаканная падея. По-перше, это позволить нарушивать спортивный потенциал работников. По-друге, заэкономить сродки. Более не придется платить за аренду спортивных залов и помешканья. Я вам открою маленькую тайну, что в период строительства этого комплекса неоднократно посещал этот объект. Почему? Потому что данный объект являлся довольно серьезным объектом инфраструктуры. Современность соответствует требованиям 21 века. И то, что в этом комплексе будут заниматься не только сотрудники, но и ученики профильных классов, профильных классов правопорядка, дети, проживающие в ближайшем микрорайоне, те дети, которые относятся к семьям милиционеров, работников силовых структур. Это тоже, наверное, показатель современности этого здания. И те гости, которые находились на сегодняшнем празднике, вы видели счастливые лица этих детей. Наверное, вот это главный ответ на вопрос. Современен ли он? Сирот гоноровых гостей, кировництво Департамента Аховы, Министерство внутренних справ, представники местовой улады и Гомельской епархии, работники правооховных ведомств Гомельщины. Объем проведенных работ и выники ураживают. На базе спорткомплекса маются борцовские тренажерные залы, профессиональные залы для гульнявых видов спорта, кабинеты для тренеров и супрацовников, историко-демонстрационное помешкание, пропускная махчимостью, тыдень 800 человек. Очень долго струли, но это необходимо. У нас в неделю будут здесь заниматься порядка только 750 человек наших сотрудников. Кроме этого, здесь будет функционировать секция «Юный динамовец», дети профильных классов, семьи сотрудников. Ну и перспективы будем рассматривать вопрос каких-то услуг для населения на платной основе. Плануется, что Центр профессийной подрыхтовки и службово-прикладных видов спорта будет выкорыстовываться не только супрацовниками департамента, а и представниками инших правооховных ведомств. Планы амбициозные – до выхования чемпионов и новых зорок Олимпийского небосхилу. И, как говорят эксперты, задача целиком реальная. Усё к этому сприяе и досвеченный тренерский состав, и комфортные умовы для занятков спортом. Александр Гамуля, Валерий Хапанько, Телерадоя компания, Гумель.